Слушайте, площадка у вас там великолепная, плитка вкладывается, великолепная, все правильно, с уклончиками. Ну вообще, очень могу сказать, что опыт работы не пропьешь, молодцы. Парк, за проверку которого многие переживали, оказался не таким уж бедовым. По крайней мере, на входе в него московскую делегацию все устроило. Плитка поручень не для тех, кто передвигается на инвалидных колясках, а еще фонари. По мнению представителя Центрального штаба Народного фронта Светланы Калининой, они хороши в энергосбережении и удобны в обслуживании. А вот пройдя дальше, женщина начала замечать недостатки. Так в тренажерной зоне покрытие оказалось слишком тонким. У вас основа идет какая? Резиновая или бетон? Асфальтобетон. Вот метр двадцать высота любого тренажера или любого снаряда, это считается объект повышенной опасности. Значит, толщина противоударного покрытия должна быть не менее шести сантиметров. Ты должен ходить, и она должна перед твоими ногами упруго прыгать, понимаете? Вот это противоударно, а это красота, это шик, блеск, красота, ничего больше. Кроме того, эксперта смутили мусорные контейнеры, находящиеся рядом с парком. То, что они есть, это хорошо. Плохо, что они не скрыты от взора посетителей. Это набережная, прогулочная зона. Если мы идем к какой-то цивилизации, значит, ну вот так она точно не должна стоять. Вот в любом случае она уже, вот эта зеленая будочка, это что такое? Это для раздельного сбора. Это для раздельного сбора. Вот, понимаете, либо вы ее должны так отгородить растительностью, чтобы она, ну, как бы была... Ну, это же прогулочная зона, я так понимаю. Я тоже готов. Можно подрядчик, скажите, пожалуйста, я понимаю, о скамейке какие-то... К слову о растительности, Светлана Калинина отметила отсутствие зелени в парке. По ее мнению, здесь просто необходимо установить хотя бы две-три лавочки под навесами. В летнее время в Бийске довольно жарко. И находиться под палящим солнцем долго не получится. А этот парк уже притягивает немало людей. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова